Ас-саламу алейкум и рахматулу и баракату, достойным братьям-мусульманам, достойным братьям-кумикам. Я один из жителей Шамирского района, патриот своего района, патриот своего народа, патриот своего региона, патриот своего... В своей республике обращаюсь к тем людям, которые делали пару видеообращений там Шамирского района, молодежь, там отмечали какой-то итог года, плов кушали, это кушали, то кушали. И больше, чтобы там из другого народа никто никакие мероприятия не делали на этом месте. Я, во-первых, там не был, я это место тоже не знаю. Если это ваши земли, да, было бы правильным у вас спросить, спросить у вас и разрешение, попросить. Но я слышал, что они к вашим обратились, у них просили разрешение, и они согласились, вот так они и делали, я так слышал это. Но то, что вы говорите, там, аварцы туда езжай плов кушать, сюда езжай что-то делать, это уже лишнее. Туда и сюда нас, аварцев, загнать, выгнать никто не сможет, кроме как завишний Аллах. Так что, много уважаемые братья, братья, между нами очень много родства, очень много, многие женатые на кумичек, очень много наоборот. У нас многое братства общего, много. Начиная со времен Султан-Мута, аварцы всегда поддержали кумиков, когда бы они не обращались за помощью. Даже Семендерская битва был выигран благодаря аварцам. Если это не так, узнавай, уточни. Султан-Мут обращался аварцам. Султан-Мут ханом тоже стал благодаря аварцам. Так что, историю мы очень хорошо знаем. Мы здесь коренные люди. И еще там, говорит, я потомок Шамхала, кто-то, что-то, как-то, да, может быть, он потомок Шамхала. И сам говорит, мы люди, которые приехали с Шама. Да, правильно, вы люди, которые приехали с Шама. А мы, люди, которые здесь были. И эти земли, в общем, так же, как ваши, так же, как ваши, наши тоже эти земли. Но, раз ваше село там рядом, у вас спросить, что, как делать, был бы правильным. Это одно. С этим мысом, я согласен, например. Но то, что иди туда плов, кушать, иди сюда что-то делать. Эти громкие слова не красиво выглядят. Больше, чем Кумыки или любая нация в Дагестане и на Кавказе, за Кавказ и за Кавказские земли мы проливали свой кровь и души отдали. Когда была Семендерская битва, султан Муд обращался к аварцам. Аварцы спустились, помогали, выгнали отсюда захватчиков. Когда нападал на нас Надир Шах, все народы пали. Почти большинство их лидеров стали вассалами Надир Шаха. Но аварцы выгнали Надир Шаха из Дагестана и освободили эти земли для вас и для нас. Также в 1829-30-е годы первый имам Газим Мухаммад Аварец спустился со своими воинами, освободил эти все земли для вас и для нас от захватчиков. 30 лет аварские имамы и аварское войско боролись за эти земли для вас и для нас. Мое, твое нету. Это мирское, это говно. За это говно свой национальный внутренний ненависть не надо показать. У меня очень много братьев мусульман, кумико, я их люблю ради Аллаха, как своих родных. Но то, что вы делаете и вы там хлопаете толпой, это смешно просто. Очень смешно. Нельзя так делать. Вот мы, вот я приглашаю любого кумика или любого из народа ко мне в гости и готов ему хюрма делать на любой уровень. И шамильские люди, очень даже достойные люди, они там беспределом не занимались, они плохого там не делали. Они просто плов кушали, собрались там, братский мирный, халалский маджлиз. Так что громкие слова не говорите. Потом будет трудно разрулить все. И султан Муд и его предки, они не были кумиками, чтобы вы знали. У них, они были аббасидами. Аббасидами были они. Они приехали первыми не тарки, они первыми приехали к казыкумух. Оттуда был определен, кто где ставит. И везде ставили шамхалов. И они кумиками не были, и лакцами не были. Они были арабами. Потомки аббасидов. Только хунзахи осталось местные. Остальные все были приезжие. Хотя мне никакой разницы нет. У нас именно у вольных обществ, у нас Куядинский, Гидатлинский, Харал, Эсер, эти общества у нас не были ханов над нами. Но мы были в союзе при военном случае. Мы сегодня тоже в союзе с любыми феодалами или там с кем, как их называть. Если общая беда, мы объединяемся. Если общая беда за землю, кумикская, даргинская, лесгинская, аварская, разница нету, мы первыми стоят и мы впереди бываем. И нигде нету ни одна битва за землю или за свободу или за ислам, где бы не участвовали аварцы. В первых рядах нету такого. И мы никакую историю не придумываем. Мы наоборот молчим. Историю придумываете наоборот. У кого ее нет, у нас ее до суды. Так что мое, твое не будем. И задевать друг друга не будем. Давайте будем братьями мусульманами. Кумик мой брат мусульманин, мне должен быть ближе, чем не брат мусульманин, там аварец. Так что вот такими лозунгами, девизами живите. Пока наш брат мусульманин, дагестанец, кавказец, любой мусульманин из любого народа не нарушает наши обычаи, наши адаты, наши шариатские каноны, его там из-за нацию именно оскорблять или отправить, где кушать, куда кушать. Вот это неправильно. Нельзя так. Такого нету. И тем более, там они спросили у тех людей, которые там ответственные. И они дали им разрешение. И они говорили, главное, это мусульманин тут не оставь. Делай свое дело. Давайте вот так будем. Мы за Таркинцев или за Кумиков на любой бой и на любой трудности готовы быть идти, как братья, как один за всех, все за одного. Не надо нас разделять. Аллаху Акбар. Ас-саламу алейкум всем братьям муахидам.